С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! По традиции нашего клуба, любой спортсмен может проставиться перед своей группой в честь его дня рождения. Только по выходным дням. Почему? Потому что в будние дни всегда этот зал занят. А где еще проставляться, да? Поэтому имейте в виду, уважаемые родители и спортсмены, можно накрыть праздничный стол. Причем абсолютно, да, трезво, правильно? Сразу понимали, как надо представляться в будущем. У нас у Кузнецова был день рождения, он знает об этой традиции. Четыре года назад занимался здесь, целых полтора или два года. Потом ушел, вырос на Ярослав. И что вы хотите пожелать? Причем прикольный. Ярослав, я пожелаю тебе, чтобы у тебя все было хорошо и добился больших успехов в спорте и в учебе. Ярослав поздравляю тебе с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья и хороших оценок. Ярослав, желаю, чтобы у тебя было много денег, слушался родителей и здоровье было хорошее. Ярослав, поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы ты добился больших успехов в спорте и у тебя были хорошие оценки. Ярослав, хочу, чтобы у тебя было все и ничего, чтобы ты ни в чем не нуждался. Чтобы ты ездил со мной в купель, закалялся, стал величайшим мастером спорта. Самое главное, чтобы на шпине носил как путь, правильно? Будь круче меня. А ты есть? Сама. Крутость. Сама. Уверенность. Уверенность. Молодец. Поздравляю тебя, Ярослав, желаю счастья и как любой спортсмен, желаю тебе стать международным мастером спорта и чемпионом мира по рукопашному бою и счастья. Ага. Ярослав, желаю тебе счастья и здоровья, но это скучно. Желаю тебе, чтобы у тебя была собственная яхта, чтобы слушался родителей в первую очередь и хорошо учился. Здоровье. День. Здоровье. Это скучно? Нет. Считаешь, чтобы пожелать здоровья, это скучно? Не все материальные жизни, не все деньги, все решают в этой жизни. Запомните одну вещь. Ярослав, я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы у тебя было все хорошо, успех в спорте, в школе и чтобы ты никогда не забывал тех, благодаря кому ты вырос, ну и вырастешь, чтобы ты всегда помнил, чтобы ты всегда помогал слабым. Это ты сейчас про команду Ярополка сказал? Или про родителей? Ну, про всех, кто помогал ему. Ну, имею в виду, команда Ярополка тоже помогает становиться быть. Понятно? Давай. Ярослав, желаю тебе всего самого лучшего, чтобы не болел, слушался родителей, здоровье тебе и счастье, и чтобы стал мастером спорта по рукопашному поводу. Ярослав, желаю тебе счастья, здоровья, успехов в рукопашном бою, чтобы ты всегда получал одни пятерки и всегда радовал своих родителей. Красивую жену, дед, ну чего никто не может ничего пожелать? Ярослав, с днем рождения желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты закалялся, был здоровый. Ну, и как Илья Сергеевич сказал, чтобы была хорошая жена и красивая, чтобы ты был богатый. Как твоя сестра? Нет, твоя сестра не красивая, что ли? Нет, она красивая. Давай, шлойка. Ярослав, желаю тебе быть всегда здоровым, счастливым, быть богатым, иметь хорошую семью, успехов во всем, хороших оценок, слушаться родителей. Смотри, пальцы закончились, поэтому я не желаю. Ярослав, желайте счастья, здоровья, хороших оценок и очень много верных друзей. В общем, я от себя лично желаю, значит, у тебя чувство какой-то воли есть, раз ты вернулся все-таки к достижению результатов. У вас сейчас только школа, думать о ней, об образовании, потому что есть хорошие слова образования, это все, когда мы забыли все, чему мы вас обучали в школе. Вникнитесь в эти слова, не говоря уже про спорт, потому что спорт вас мотивирует, понятно? Сейчас калорийцы натянутся, а кто-то есть не будет. Я объясню, почему, потому что Борсов дал слово, да? Да. А ты дал слово, не есть сладкое. И мучное. И мучное. Сдержит свои слова или нет? Сдержит. Сдержит. Пص書. Спасибо. 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 Спасибо.